Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вот в свете падения самолета Пригожина, естественно, все говорят о Пригожине, о руководителе Вагнер и о тех, кто был, собственно говоря, на борту. Но там были три члена экипажа. Вот интересно, что про второго пилота, который, ну, по крайней мере, так пишут СМИ, с менеджером компании, компания планировала продать этот самолет, туда привел покупателей. Вот там есть даже видео, как они осматривали в течение часа самолет. И Кристина Распопова – это стюардесса. А вот кто третий член экипажа? Видимо, все-таки это первый пилот. О нем я нигде не встретил упоминания ни одного. Все-таки кто первый пилот? И, собственно говоря, еще раз скажу, может быть, эта информация конфиденциальная, потому что, скажем так, ну, это бизнес-авиация и так далее. То есть, не знаю, ну, вот три члена экипажа, второй пилот, стюардесса, первый пилот. Не знаю, я не встретил нигде, кто первый пилот. И вот, что мне бы хотелось рассказать. На ваших экранах фотографии второго пилота Рустама Каримова. Отец рассказал о последнем их разговоре. Рустам позвонил непосредственно перед вылетом, перед вот этим роковым рейсом. И сказал ему довольно интересные слова. Вот что пишут. Отец рассказал о последнем разговоре летчика перед крушением самолета Пригожина. Он мечтал, 29-летний уроженец Пермирус, там Каримов, мечтал он о полетах с детства. И, собственно говоря, трудился в компании ONS7. Рассказывает отец Ашукур Каримов. Когда началась пандемия, их уволили, самолеты не летали, сидел без работы. Потом устроился полгода, поработал, началась операция, тоже полетов не было. И два месяца назад он устроился в эту компанию. Перебрался в Петербург, из Перми чуть полетал. И вот такая ситуация. О своей работе Рустам Каримов никогда никому не рассказывал. Кого возил, он никогда не говорил, вздыхает отец. Про зарплату тоже ничего не упоминал. Про Пригожина я не знал. Последний раз мы говорили с сыном перед тем самым вылетом. Он звонил маме. Он спросил про мое здоровье, про здоровье матери. Узнавал о наших делах. Потом сказал, иду на посадку. Мы ему пожелали счастливого полета. Никаких предчувствий у него не было. Осматривал самолет он или нет, я не в курсе. В Петербурге у летчика осталась жена. Значит, девушка ответила на звонок. Журналистов в слезах пока. Она общаться не может. У сына детей еще не было. Делится отец. Они вместе 4 года уже планировали детей. Ну вот так случилось. Вот интересный момент, что позвонил прямо перед вылетом. Ну, собственно говоря, рейс задерживался, как мы уже знаем, как рассказала стюардесса. Но вот решил позвонить родителям. Ну, может быть, так у пилотов принято. В конце прощаюсь. Говорит, иду на посадку. Может, шутку. Но вот тут в данном случае получилась не шутка. Вот такие новости, друзья. А кто первый пилот, я так не смог найти. Может быть, вы нашли. Напишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. И здесь внизу ссылочка на мои социальные сети. Вконтакте Одноклассники. Запрещу 1 грамм. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok